всем приветик вот наш очередной поход магазин мы были в магазине ауди и потратили ауди потратили 100 долларов теперь мы вам покажем что входит в эти 100 долларов так с чего начать значит шоколад моя любимая видите темный шоколад с mint 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 как он называется мята шоколад с мятой так вот такой темный шоколад и вот еще интересно что мы нашли это шоколад и семечками тыквы никогда до этого не видели не встречали мы решили попробовать для мужчин полезно так следующая это кренбери это сухая сушеная клюква это часто муж берет с собой поездку он любит творожком это чай снова с мятой да кажется кто-то помешан на мять так яйцо два десятка где-то в районе доллара не больше чем доллар по моему 90 центов бананчики это у нас упаковочка тунца и она стоит где-то 5 долларов 5 долларов видите 340 грамм огурцы каждый огурец что-то до доллара мне кажется вот иногда мы берем салмон это лосось да я знаю что это фермерский он не очень полезно но все-таки иногда мы им балуемся стоит 15 долларов по моему за пол килограмма 7 долларов я люблю вообще солить его больше всего я люблю вообще соленую рыбу это молоко молоко 5 процентное но здесь почему-то называется half and half то есть как 50 на 50 я не знаю то есть 5 процентное молоко это можно сказать как сливки или не сливки практически круглый год здесь можно купить чернику ну она практически на вкус как наша черника это упаковочка стоит по моему 1718 что-то до двух долларов очень вкусная и сладкая вот такие грибочки люблю называется они baby bella не более вкусные чем шампиньоны по моему полтора доллара упаковочка стоит я вообще очень люблю грибы у меня всегда в холодильнике здесь в америке есть грибы так 2 доллара вот такие оливки вкусные рекомендую очень сильно отличаются по вкусу от тех что мы покупаем черные такие маслины в банках эти такие более натуральные или натуральная засолка не знаю но вкусные мне очень нравится это муж себе купил вареница побаловаться разбери это малина видите малиновое варенье вот можно купить легко сколько она стоит дорогой 2 доллара такая баночка и в ней 500 грамм сливочное масло сливочное масло конечно здесь похуже чем у нас дома в беларуси опять же если посмотреть состав я всегда смотрю на состав он такой своеобразный общего жира 17 процентов это вообще сложно понять как это saturated насыщенных жиров 36 процентов то есть это явно масло с пониженной такой жирностью за счет чего я не знаю может они вводят какие-то масла растительные что не есть хорошо ну вот приходится покупать вот такое масло особо выбора нету так морковочка вот такие огурчики опять же сладкие им использует всегда берет собой такой trail mix здесь разные орешки кусочки шоколада изюм естественно насчет изюма вот так здесь выглядит racing называется вот таких банках продается это у меня муж любитель изюм он любит чтоб изюм был везде куда его только можно запихать кашу там не знаю кажется наверное надо и компот уже варить с изюма или например творог так это сливки heavy whipping cream это значит heavy это значит высокожирные на и сколько ж нас жира аж 8 процентов здесь иногда покупаем такие сливки так это потертый сыр и очень удобно использовать если вы например готовить и сверху нужно посыпать что американцы вообще все посыпают сыром абсолютно это у них национальная черта так фисташки 450 грамм где-то 7 долларов стоит а это у нас масл но не знаю ракушки в общем пристрастились вернее пристрасти лась я к ним иногда покупаю такая упаковочка почти 500 грамм стоит два с половиной доллара мы все они уже здесь готовы их нужно только разогреть это сметана и жирность у нас восемь процентов сокрем называется коттечис так называется творог здесь тоже восемь процентов жирность это наверное самое жирное что можно тут только найти потому что все американцы помешаны на обезжиренных продуктах а вообще-то это не очень полезно и последнее у нас вот такая упаковочка апельсинчиков два с половиной доллара на этом все вот эти продукты стоят 100 долларов все с вами были гринчики северная каролина эшвилл всем бай-бай